Роман Андреевич, а как Вы относитесь к комплиментам в свой адрес? Ну, это зависит от того, кто говорит. Ну, в данном случае я. Я еще подумаю. Хорошо. Тогда продолжим наше Блиц-интервью. На Ваш взгляд, главная черта характера Романа Корцова? Ну, я думаю, это терпимость, это и чувство юмора, думаю, это основная черта. Есть такая песня «Ты одессит, Мишка, а это значит». Я ее чуть-чуть перефразирую. «Ты одессит, Роман, а это значит». Так, все-таки, что же это значит? Ну, это значит «хороший человек одессит», умеющий слушать других. Понимать других и сочувствовать другим. А вот как ты воспринял приговор актрисы, когда-то заявившей тебе, что из тебя не получится актер? Вот что это было для 17-летнего Корцова? Удар судьбы, гром среди ясного неба или просто какое-то недоразумение? Я получил толчок в спину. Когда меня научили плавать, мне было 6 лет, меня толкнули в море, я поплыл. Так и она меня толкнула в спину. И я вообще, когда трудно, я мобилизуюсь и обязательно добиваюсь того, чего я хочу. Я тебе говорю, вот сейчас и тебе, и всем я говорю, что вот у нас будет лучше. Вот я тебе говорю, сейчас многие уезжают, то на Запад уезжают, то на Восток уезжают. У нас будет лучше. Я остаюсь здесь, здесь хуже, чем мне угодно, но у нас будет лучше. Станет лучше обязательно. Станет будет быть. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых, лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. А так нет, так нет, так у нас нет, у нас будет лучше. У нас будет, будет лучше. Хоча слово будет уже почернело от бесконечного потребления. Оно уже черное, это слово будет. Уже сколько, уже скоро, 80, все, будет и будет. Оно почернело, это слово, но оно еще сгодится в работе нам, еще сгодится. Ему придать прежний блеск, оно приобретет новый смысл. Слово будет, а так нет, так у нас нет, у нас нет, у нас будет лучше, будет. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности Создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, которые тоже уже никому не нужны. От нашего человека не остается сейчас предметов жизнедеятельности, только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы с вами или нет, до сих пор неизвестно. Сейчас большие дискуссии, как мы дотянули вот до этого часа. А так нет, так нет, так у нас будет лучше, невзорая на то, что становится все хуже и хуже, у нас будет лучше, будет. Только опять не сегодня, только опять завтра, только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув чертовой матери настоящее, Мы будем жить и работать, опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну тут уж, тут уж шо уж, тут 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 уж. А так нет, так нет, так нет. Так у нас, у нас будет, у нас будет лучше. Сейчас так, связать деньги населения, потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги А потом наоборот, и рынок даст себя знать Ничего, что без объяснений, ничего, давай 12 числа в 8 утра на рынок, все Ничего, что никто не понимает, ничего Беги, пока на рынок торгуй, все Простой человек думает, что такое, какой рынок Куда бежать, что продавать, где покупать Где стоять, где можно, где нельзя Акции, инвестиции, никто ничего не поднимает Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают Не могут объяснить и молчат Я один говорю в подавляющем числе, глядя и видя Что у нас будет лучше, потому что что же мы же Когда же мы же, что же, кто же мы же, тогда же Где же, когда же, что же мы же, когда же, что же Что же мы же, тогда же, кто же Мы же, а что же, мы же Сейчас, сейчас окончательно разваливается Питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность Все это разваливается, остальные перейдут к рынку Сами собой, и все, и все Отвар на настой, окурки на объедке, окурки на обмылке Рынок такой Не хочу занимать вашего драгоценного пацана Всех вашего внимания Вот, а так, нет, так, нет, так у нас будет лучше У нас будет, будет, потому что, а где же, что? Уже же всюду А мы же, что же, где же, когда же, мы же Когда же, что же, мы же, туда, что? Впереди нас плетутся только Куба и Албания А когда же, мы же, что же, где же Ну, Албания, ну мы же, что же Вот так втроем придем мы к светлому будущему А как? Будем во всем светлом вот так сидеть Ну же, а что, сколько же можно, сколько же Мы тогда же, кто же, где же, когда же, что же А так, нет, так у нас будет лучше Хуже уже просто, уже некуда Поэтому будет лучше, а как, что же И ничто не переубедит меня Ни голод, ни холод Ни то, что попродавали все с себя Наша традиция национальная Все с себя продать, потом купить У китайцев на эти деньги одежду Это же у нас есть Это же у нас не отнимет А если нужно, у китайцев отнимем А что, холодно? Что же мы же одежды когда же А так нет, так у нас будет лучше Поэтому сейчас так, питаться, питаться, питаться Вот он сказал и до сих пор там лежит Потому что, а что же, дело его живет Афина же не ее Нужно отдать земле Что же мы же тогда же, что же Вот, а так нет, так у нас будет лучше Потому что когда же, что же, мы же Где же, потому что, что же Погода опять нас подвела, ты понимаешь Если весной была надежда, но не дорог Так огромный урожай Окончательно опять подорвал нашу экономику Ну под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира Что слетелись на небеды на урожай С интересом наблюдают диковинных людей Подайте голодным, у которых огромный урожай Вот у нас единственная проблема Как просить, имея все Я думаю, что надо скрывать Просить и скрывать Жить все лучше и лучше, скрывая это И просят все больше и больше Потому что, а что же, когда же, сколько же можем Вот, а так нет, так у нас будет лучше Потому что, если мы доживем, конечно Мы же часто не доживали до этого Тут же каждый второй Ну тут уж, тут уж, тут уж, на первый и второй рассчитай Да уж, а что же будет Вот, а так у нас будет лучше Потому что, ну когда же, сколько же можно Что же, ну и что же мы же делаем Всех почти поменяли, а что же мы же делаем Мне рассказывали невероятную историю Я правда думаю, что это не совсем правда Что, мол, ты в свое время пел в хоре И даже, мол, записывался в театр оперетов в Одесске Нет, в хоре я пел, это да Это было абсолютно без слуха, без голоса А в оперете нет, в оперете я не записывался Я просто поступал, там такое было опереточное отделение В Одессе, но туда даже близко меня не приняли А петь я запевал, да, я пел в хоре мальчика Простор голубой, земля за кормой Гордореет на мочке флагочизны родной Я пел таким детским волосом Как же слуха не было Говорили, что я вроде попадал, я не знаю Ну я везде, я в самодеятельности, это в Одессе Порт-клуб такой был сначала, потом дворец моряков Я играл в драматическом спектакле, в трагедийном спектакле Я играл в шмульке, я играл в немца Я был очень худой, у меня было 47 килограмм живого веса И мне надо было произнести фразу, мне спрашивали Что тебе даст Гитлер в Крыму? Я говорил, мне даст Гитлер в Крыму дачу И в это время матрос, матрос Коган, фамилия Когана, русский матрос Играл Коган его, он должен был воеваться и бить меня по голове шмульки И я должен был падать Ну, все репетиции, все, и вот мы играем в спектакль А я придумал себе падение, думаю, я так упаду, чтобы было, чтобы заметили, что там одна фраза в спектакле Я падал, наверное, минут 20 Я падал, я придумал себе такое падение Режиссер стоял за кулисами и кричал, падай, сволочь, падай, в зале стоял хохот дикий Потом матрос Коган опять, он не понимал, что происходит, но опять вырывался и бил меня еще больше По голове, и я еще больше, такой танец лебедя падающего, умирающего И вот этот кричит режиссер, я тебя убью, падай, сволочь Спектакль остановился, а я продолжал падать В это время немцы уже стали меня бить Немцы говорят, падай, говорят Свои-то И, в общем, я падал, уползал И уже в зале кричали, падай, сколько можно, говорят Ром, а вот самый первый концерт Вот где он состоялся, ты вообще его помнишь, когда ты вышел на сцену? Я ввел все смотры, вот были смотры художественной самодеятельности, городские, областные Я выходил и говорил, Соловей, Алябьев, исполняет Бондаренко Я помнил наизусть, я ввел с девочкой обязательно Потом постепенно, постепенно уже я в школе стал сам чего-то исполнять, что-то делать И потом уж кружки всякие, в танцевальном танцевал Подожди, подожди, ты и танцевал? Да Так что ты танцевал? Я танцевал хорошо Я сейчас неплохо танцую Я танцевал тройку, я с другими девочками танцевал Тройка такая И мы выскакивали, танцевали, я с одной, с другой Я был в обоих влюбленный, в пионерлагерях танцевал Я был по три смены в пионерлагере Три смены Я приходил домой, мама меня не узнавала Я был черный, вот как этот кофе Один раз я приехал, с чемоданчиком, черт, загорелый футбол Она сказала, мальчик, сегодня ничего нет Она открыла дверь мне, говорит, мальчик, сегодня нет ничего Мама? Да, мама, она не узнала Ром, а ведь твой папа, вот я, насколько я знаю, была в Одессе очень известной личностью Он же был футболист, да? Папа, да Футболист, он был прекрасный просто Я читаю монолог, вот в спектакле «Моя Одесса», написанный с него Миша написал этот монолог с моего папой Да, он был очень интересный человек Кто сказал футбол, где-то нахал, я хочу с ним поговорить Но он сейчас меня не волнует, мне сейчас волнует совсем другое Как у наших пойдут дела в будущем сезоне Я всю жизнь на стадионе, у меня от семечек язва желудка Ты молодой, ты еще не знаешь, что это такое Тебе весело живется, мальчики, девочки, подожди Будет и язва, у тебя все впереди Но он меня сейчас не волнует, меня сейчас волнует, как у нас Давно ли я в футболе, а ты посмотри Такой молодой, такой нахальный Сколько тебе лет? Двадцать два Чудный возраст, мальчики, девочки, танцульки Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями И лежал пересыпанный тальком Я уже играл за сборную Одессы Хаббеком Закалка до сих пор, посмотри Здоровый как бы, посмотри, 75 лет Мне никто не дает, 75 лет Мне 75 лет, никто не даст Девочки, не торопитесь, мне пока 75 лет Ты мне дашь 75 лет, а? Ты мне дашь 75 лет? Ты мне больше дашь? А ну иди отсюда, чтобы тебя не видел Двадцать трех, да ну ли я в футболе Как мы играли, какой это был футбол Как мы играли Ох, я помню, берешь мяч, идешь по краю Где своих, где чужих, где стадион От всех уходишь, на взлет идешь От земли отрывало Сейчас футбол, это футбол, это балет Это балерины кривоногие Они полчаса целуются после каждого гола Валяются по полю Я гол забил, ай-яй-яй Мы шли грудью, как мы играли Ох, я помню, игра была с испанцами Какая это была игра Ух, жара была дикая Я помню, я был в ударе Я помню, я обошел одного Помню, обошел второго Помню, обошел третьего Помню, обошел четвертого Помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню Я вскочил, побежал дальше Мне дали в другой глаз, а я бегу Здоровый ж как бык, бежу, бегу Смотрю, мяч идет сверху Я его принимаю на голову, это кирпич В пыль В пыль Не голова, а кирпич в пыль Что-то смеется Да, он мне через пять лет и смеется, байстрюк Давно ли я в футболе? Я был в ударе Я был самошедший игрок Самошедший Я мячом штангу перешивал Мне вешали на правую ногу гирю На левую фотоаппарат Я дыханием убивал Я шел вперед в Севросыпную Как я играл? У меня здесь двух ребер нет Это игра с англичанами А здесь у меня что-то должно быть? Нету, откусил гад, братарь Но они меня все хотели вывести из строя Все Я кусался, я калечил Играл левый, правый, сухой лист Навровый лист Давно ли я в футболе? Ой, господи боже мой Как я играл? Я был самый грязный Я был самый... Я виртуоз был, но был самый грязный Я без гола не уходил Я не уходил без гола Они заканчивали игру Я забивал гол Я не мог уйти без гола Давно ли я в футболе? А на воротах На воротах стоял мой брат Старший брат Помню, мы играли с турками Или это были не турки Но так похоже Они нас били по ногам Чтоб мы не играли А мы что делали? Мы прыгали, чтобы они нас не били Я помню, я ждал мяч Пошел вперед А куда бежать? Сзади же свои Тут мой брат как крикнет Прыгай, Сеня, сзади Он так крикнул Что я так прыгнул Я увидел море И пароход Крым И Дерибасовскую И сломал ногу Правую ногу сломал любимую Иди потрогать, разрешаю Иди посмотри на мою ногу Отойди от ноги Присосал Отойди от ноги, я тебе сказал Давно ли я в футболе? Он спрашивает У меня кладос до сих пор Сумасшедший кладос Я из девяти тебе пенальти Девять в девятку положу Дайте мне что-нибудь круглое Дайте я ему покажу Дайте мне что-нибудь Дайте мне тряпку Кусок кирпича Дайте мне что-нибудь Кружку пива сто грамм дать И дайте я ему покажу Ты сигарету вышибаешь Изо рта с тридцати метров Такой кладос Дай ему сигарету Возьми сигарету в рот Отойди на тридцать метров Дай мне кирпич Дай мне кирпич Что ты боишься? Я попаду Что ты боишься? Испугался 75 лет Ты мне не боялся дать, а? Давно ли я в футболе? Когда Одесса впервые Выиграла у Киева У меня родился ребенок Сколько ему сейчас кому? Киеву? А, ребенку Сейчас тебе скажу Я сидел в пятнадцатом ряду Он бил левой ногой В правом углу Я сейчас скажу Да, ему сейчас 40 лет Моему сыну А что Одесса Это Одесса и в футбол Это главное Ах, когда они выиграли Мне жена прочитала Что в Бразилии Кто-то умер на стадионе От разрыва сердца Я ей сказал Чтобы я уже увидел Такую игру Я бы тоже умер спокойно Чтобы они так играли Как они пьют нашу кровь Когда они опять Почему-то выиграли У Гроссмана Не выдержали нервы Я забыл Ты же не знаешь Гроссмана Ты же не знаешь Великого одесского болельщика Когда Котя Фурс Обошел Рябова И забил Яшину гол Он скачал на скамейку И кричал Котя, моя семья Признала тебя лучшим игроком мира И вот такие слезы Он плахал Потому что мы играли в футбол Мы не за деньги играли Мы играли в футбол Ты в нуле в футболе Ты Хижникова видел? Не видел А Стефанова ты помнишь? Не помнишь А Дубину Двоенкова Не знаешь А Манечку написал Книгу 20 лет Попсайте Ты читал? В Одессе играл Единственный глык Глухонемой во всем мире Единственный в мире Глухонемой Играл бы Ему все-фа разрешил играть Он такой был Блестящий игрок Он каждый 5 минут Гол забивал Ну не слышал Слистал Ну понимаю А он мне дал 75 лет Он мне весь день испортил Он мне всю жизнь испортил Иди отсюда Себя тебе не видят А вот первый гонорар Когда он был заработан И на каком концерте? Первый гонорар Я же ведь после школы Поступал в театральное училище Не поступил И пошел работать Я пошел работать На фабрику швейную И учился Налатчиком по швейным машинам Работать Я как сейчас помню Фабрика молодая гвардия У меня дали Учителя Ну я был У меня было метр 59 примерно Рост Да метр даже 58 А мой учитель был Примерно метр 40 Это был удивительный человек Он был нормальный Мужчина Сексуальный Страшный Вот такой вот Йока его звали Он был Он шел Когда между рядами Швейными Его не было видно Его всегда женщины искали И они говорили Мастера Йока А он возникал тут Его не было видно Я его искал вечно Я был чуть выше Его все искали Потому что он был маленький Вот он меня учил Он меня учил Всему Он меня учил Щипать девок За все места Он меня учил И научил меня вот работать Вот тогда я получил Первую свою зарплату Как Ученик Мастера А вот что касается Артистического гонорара Первый я помню Я получил Три рубля Три рубля я получил Мы поехали Я Баянист Какая-то певица Чечоточник Значит И какой-то фокусник И администратор Мы поехали в село В колхоз Он сказал Ребята Что соберем Мы поделим И вот мы там выступили А он это не успел напиться Администратор Там вино В колхозе Моментально Все Мы прошли с колоссальным успехом Едем обратно В какой-то задрипанный автобус Подъезжаем к оперному театру Там все рядом жили Как раз Я жил напротив Зашли в подворотню Это уже ночь была И он говорит Ребята Денег нет Денег нет Все Они заплатили И Баянист был Здоровый парень Он схватил его Ну это точно сцена Вот из 12 стульев Точно Как с Паниковским Он его схватил Заговорил Я тебе говорю Я тебе сейчас Гармошку разобью Я тебе сейчас дам Денег нет И все они обступили В общем он нашел Какие-то деньги Дал мне Что-то положил в руках В карман И я пришел домой Развернул Три рубля Три рубля Это был мой первый гонорар Вот тогда И на что ты его истратил Я тоже не помню Я в основном мороженое ел Семечки Мороженые Зарачки Там всякие На футбол ходили Мы набивали Полные карманы семечек Без прорыва Вот так Весь стадион Многие не сплевывали В Одессе Семечки И меня не было Они так И уходили Гора семечек Была Гора просто Ром А вот Когда ты ушел Со швейной фабрики Они не очень переживали? Я был на трех швейных фабриках Уточняешь Потом я работал На модельной обувной фабрики Я делал туфли Я делал заготовки Я думаю Что меня до сих пор Проклинают Те, которые носили Те туфли Которые я делал Потому что Я-то не любил все это делал Ну поскольку Надо было работать Надо было Я поступал в это время Каждый институт А не поступал Театральный И вот приходилось работать Ну а я участвовал Все равно в самодеятельности И смотре А как все-таки У вас состоялась Вот ты помнишь Свою самую Первую встречу с Райкиным? Конечно Как же это можно забыть? Первый раз Райкина Я увидел В Одессе Когда он приехал На гастроли Вот с театром Это был 62-й год И мы ему показывали Наш спектакль Студенческий Я иду по улице Жванецкого Спектакль Я иду по улице Я там читал монолог Делал пантомиму И играл вора в трамвае И вот мы играли-играли И когда закончился спектакль Мы спустились вниз И вот впервые Я тогда увидел Райкина Который говорил Очень хорошие Какие-то слова Спасибо Там то и сё Когда все начали выходить Ко мне подошёл Одесский конферансе Астахов Он подошёл ко мне И сказал Завтра в 11 часов Райкин Тебя хочет видеть В санатории Чкалова Никому не говори Пока ничего Всё Вот с этого Всё началось Как говорит Жанецкий Один из нас сдурел Мы пошли куда-то гулять Постиг на представление Ты никому не сказал? А я шёл И меня распирало Во все стороны Райкин меня ждёт Значит Вот в 11 часов Я шёл Я не знаю Все веселились А я смотрел Я не знал что И потом я не выдержал Мишу отвёл в сторону Миша Мне завтра Райкин сказал быть у него Вот идиот Почему ты молчишь И столько Как ты мог молчать? Через 5 минут Все знали Утром уже вся Одесса знала И целый толпа стояла Когда я шёл К Райкину В санаторий И вот там он тебе И предложил Да? В его театре Самое главное Он спросил Мама не будет возражать? Папа Ну я был сам Я был 22 года Я выглянул как ребёнок А вот интересно На самом деле Мама и папа Не возражали Против того Чтобы ты вообще Стала актёром? Возражали 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 Особенно папа Который говорит Что ребёнку Нужна специальность Потом постепенно Постепенно Всё-таки Мама быстрее Конечно Поняла Что это всё нормально Что есть успех И Витя появился И Миша появился Эта судьба Она мне так Повезло мне Потому что Миша и Витя Они были Не закончили институт С красным дипломом Это были Интеллигентные инженеры Они Я тянулся к ним Я прислушивался к ним Я Я просто Счастлив Что вот так Получилось И мы столько лет Проработали Они мне очень помогли Потому что я был Очень вспыльчив Я мог стать И бандитом Я мог стать Кем угодно Потому что Всё время Я жил между Бандитским районом И оперным театром И всё время Я шатался Либо должен был туда Пойти Либо сюда А это же было такое Было всякое Но вот Встреча с этими людьми А потом с Райкиным Она конечно Определила Весь мой дальнейший путь Для постороннего уха В Одессе Непрерывно острят Но это не юмор Это такое состояние От жары и крикливости Сёма Иди домой Сёма Бабушка Говорит Иди домой Бабушка Сёмка не хочет Стать танком Сёма Стань танком Чтоб ты сгорел Тебе что трудно Стань танком Иди домой Скажите пожалуйста Почему у всех семечки По 10 копеек А у вас по 20 Потому что 20 больше Скажите А чем вы гладите Тонкое женское бельё А чем вы гладите Тонкое женское бельё Я глажу Тонкое женское бельё Рукой Они не подозревают Что они острят Да и не надо им говорить Никто не станут этим зарабатывать Вместо того чтобы говорить Они будут прислушиваться Записывать Потом всё читать по бумажке Как Жваневский Старички сидят на скамейках у ворот С выражением лица С той кто идёт И когда вы идёте к себе с дамой Вы обливаетесь потом И не знаете чем её прикрыть Весь двор замолкает И только слышен ваш натужный шёпот Юленька вот здесь я живу А только что родившийся ребёнок Обязательно ляпнет Дядя А только что вчерашняя тётя приходила И когда вы выходите Двор замолкает окончательно И только шёпотом От которого волосы шевелятся Вот эта дама уже луч Здесь безумно любят Сватать, сводить, настаивать И поженив разбегаться Отсюда дети Худо ребёнок считается больным Его берут кормить все Как слона в зоопарке Пока у него не появятся женские бёдра Отдышка и скорость упадёт до нуля Вот теперь он здоров Одессу нужно заканчивать как школу Закончил Одессу, поступил в Ленинград Закончил Ленинград, поступил в Москву И уже учишься до самой смерти А город талантливый Живой, естественный Как море Соединяющее И разъединяющее нас Это очень большое Пошёл же наше Блиц-интервью Итак, позади остались Одесса, Швейная фабрика Студенческий театр Парнас Впереди Ленинград Профессиональной актёрской работы И в связи с этим у меня такой вопрос Как ты считаешь, можно ли быть счастливым без денег? Отвечите, пожалуйста Ну, всё Я всё поняла Вот если бы в тот день, когда ты впервые пришёл в театр Райкина, гадалка бы тебе нагадала известность и популярность, ты бы поверил? Думаю, что да Нескромно сказал он Потому что до прихода к Райкину у меня уже были какие-то успехи, хотя в самодеятельности, но я это чувствовал Продолжи, пожалуйста, фразу Райкин в моей судьбе это? Ну, это всё Это всё Он перевернул всю мою жизнь Я не знаю, кем бы я стал, кем бы я был И когда он пригласил меня в театр, мне было 22 года То это были университеты не только творческие, но и жизненные Это была работа рядом с великим человеком, которому, как я чувствовал, я импонировал И он никогда не говорил об этом, но я это чувствовал, это было самое главное Есть у нас грузин По фамилии Горидзе, зовут его Аваз Его зовут так, Аваз И тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Вызывает он, скажет, своя фамилия Горидзе, зовут вас как-то, Аваз Меня Николай Степанович Есть у нас грузин По фамилии Горидзе, зовут его Аваз Его зовут так, Аваз Назвали, понимаешь? Он грузин Он не виноват, понимаешь? Тебя как зовут? Степа Ну, ты Степа, он Аваз Он Аваз, а ты Степа Грузин, Аваз А Степа кто? Ты Степа А тупой доцент Вызывает в доске, спрашивает, фамилия, Горидзе, зовут вас, Аваз Кого? А что, кого, что? Ну, кого он спрашивает все время? Кто спрашивает все время? Кто? Что? Кто тебя интересует? Кто? Ну, он его, тот его, тот он Его Кто, что, его? А тот никак Что никак? Кого никак? Что, грузин, что ли, да? А какой грузин? Есть у нас грузин И доцент тупой, вызывает в доске, спрашивает, фамилия ваша, он говорит, грузин А, не-не-не, нет, нет Нет, он говорит, доцент Не-не-не, он говорит, доцент, говорит, грузин Грузин, говорит, грузин, думал, что он его спрашивает, грузина А я, говорит, доцент А тот, говорит, а я, говорит, грузин А доцент, говорит, а я кто? А тот, говорит, вы тоже грузин Ну, конечно, оба грузины Вот это я не помню Я помню, когда я как-то иду по Невскому Мы играем с Аркейс Акчем, вот с театром играем Иду по Невскому, у него встречает один одессит Говорит, ой, Роба, это мой мастер по цеху, где я работал с ним Ой, Роба, все, да мы здесь Значит, все, ты, сегодня у вас есть спектакль? Я говорю, есть Все, мы идем Я говорю, сколько тебе, два? Он говорит, какой два? 16, у нас 16 человек Ну, вы знаете, 16 человек в театр Райкина в жилья было попасть Это было невыносимо Я им достал два, и все 16 они стояли, и сидели, и были в театре И жутко кричали, Рома, браво, хотя я играл там вот столько Мне 15 букетов вынесли, Райкин ничего не мог понять, что такое происходит А как вообще было вот с Райкиным работать? Вообще говорят, что он диктатор так по натуре Но, вероятно, он и должен быть диктатором Конечно Это был его театр, это был, я думаю, негласный частный театр Райкина И когда говорят, что вот актеры, там он зажимал, не давал, это все чушь, ерунда Играли довольно много по тем временам, и я играл, и Витя Но мы прекрасно понимали, что это его театр, и что здесь никаких претензий быть не может А вообще у тебя вот характер такой неуживчивый? У меня очень уживчивый, но я очень вспыльчивый То есть я, так я, собственно, и ушел от Аркадия Сахченко первый раз Как раз и задала этот вопрос Ушел я из спектакля Жванецкого «Светофор» Впервые был взят спектакль Жванецкого «Светофор», и мы с Витей там играли И в это время пришел пожилой режиссер, что-то начал не то ставить Мы нервничали, мы понимали, что это не так, Райкин видел, что мы нервничаем, что мы импровизируем очень много Мы не слушаем режиссера Я говорю, что все это постепенно накапливалось И когда мы на одной из репетиций с Витей импровизировали Он подошел к рампе, Аркадий Сахченко говорит «Что вы делаете? Что вы играете? Вы думаете, это смешно?» Я говорю, думаю, что да Он говорит, это не смешно Я говорю, нет, Аркадий Сахченко, это должно быть Он говорит, ты понимаешь, больше юмор, чем я? Я говорю, видимо, да Ну и тут же подал заявление И прямо здесь на сцене он мне подписал Вот это была такая вспышка была Да, я, в общем-то Вите нет сейчас, он меня уравновешивал всегда Он меня всегда одергивал вовремя Я успокаивался, он не успел даже моргнуть глазом, никто Миша Живаневский дома где-то сидел, потом смотрит, говорит, Рома уволился Как уволился? Все, он уволился Я собрал чемодан и уехал А ты вообще решительный такой человек? Я решительный, да И вот решил, и все, а я принял? Решу и прерву вашу передачу И уйду Подожди, а как же ты тогда вернулся к Райкину? А это другая история Там была большая работа со стороны артистов Миши, там, видите, они все его подготавливали Ну и, в общем, я вернулся Ненадолго, примерно на год, по-моему, полтора И потом мы втроем ушли, уже организовали свой театр Это склад? Тот самый? Да Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего Мне сказали, что здесь все есть Я не верю, конечно Что вам? Быстрее, у меня рабочий день кончается А завтра? Пропуск на сегодня А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно... Что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Мне нужно все Лекарства какие-нибудь Какие? Какие у вас есть? Какие вам нужно? Ну вот, допустим, перимидон Сколько? А, нет, 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 нет Ну что, перимидон? Нет, нет Ну что, перимидон, нет Ну что, перимидон тоже Ой, господи, что же мне нужно? Так сколько? Десять Да что я с перимидоном? Ну что, восемь? Да, десять Пожалуйста Пятнадцать Пожалуйста И еще две Можно? Ну, еще одну Хорошо, дальше? Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы представили, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения А, так вы отказываетесь? Нет, 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 нет Ну, из одежды что-нибудь Что? Шапки Одна Да, две Дальше? Ну, еще одна Три дальше? Четвертую пишите Так, обувь? Сандалии импортных нет? Есть Белые Сколько? Белые Сколько? Они белые? Они белые Две Пары Одна и джинсы Белые? Синие А что, и белые есть? Белые две, и сандалии две Пары Одна Нет, две и джинсы Две и джинсы одна И белые, и синие две И сандалии две Пары Две Две Три Четыре Четыре Я же только себе У меня что-то мечтает Нельзя только вам Вас понял Скажите Товарищ Что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует поесть Ну допустим, мы скажем, если колбаса Потом Два А хорошая? Два Три А какая? Какая вас интересует? Какая покрепче Значит три А что, есть? Четыре Четыре Пять Ну? Ясно, четыре и один чуть раньше Ну, значит пять Почему? Сначала четыре, потом пять Хорошо, дальше Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна? Да, две, три, четыре А вот я слыхал Я слыхал, бывают такие Такие бывают Я слыхал Языки бывают такие Оленьи Я, конечно, понимаю Сколько? Есть? Сколько? Кило А не в банках? Тогда одну Нет, две Нет, три Чтобы уж сразу Ну, если вам все равно четыре Вы их не будете есть Они своеобразного посола Тогда одну Одна Нет, две Себе и на работе Нельзя, только вам Я сам съем Вы сможете посмотреть Ну, одну Одна Нет, две Вдруг подойдет Я тут же съем вторую Две Две Одна Нет, три Нет, у меня денег не хватит Скажите, товарищ А вот, скажем, рыба Сколько? А вот свежая Живая, что ли? Живая, да Какая? Свежая рыба, живая Какая? Ну, какая у вас интересная Ну, рыба свежая, живая Какая? Ну, какая живая Какая живая? Живая, свежая Какая? Ну, какая живая? Какая живая Я и не помню Какая она живая А Сазан Сколько? Что, есть? Ну? А сон Но? Что есть? Сколько? А стерлядь? Но? Что есть? Сколько? А форель? Сколько? Что есть? Сколько? Две? Две. Три? Три. Четыре. Четыре и стерлядь. Пять. И стом. Испортится он у вас? Тогда один. Пишу сразу два, но не испортится. Пишите три, и пусть испортится. Бобла. Сколько? И пива. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас восемь сортов. Давай пятый сорт «Жигулевская», пожалуй, получше. Ящик? Бутылку. Всё? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? Сто. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же ещё? Куда везти? На Чехово. Нет. А в другой город? Можете? Адрес. На Красноярск? Нет. Давай ко мне. Нет, там Жорков, Цепиц. Куда мне это всё везти? А вы можете на Пушкинские ночи в подъезде переждём? Тоже ночью повезёт. Замаскируем подкус. Не производим. Так абрезентами двух солдат приорудеют. Это гражданский склад. Сепзоэнергия, разведка, всё, склад закрыт. Нет, не всё, товарищи, товарищи, не всё. Попрошивайте склад закрыт. Попрошивайте склад закрыт. Попрошивайте, колготки, колготки. Попрошивайте склад закрыт. Попрошивайте. Вот когда... Ваши блиц-интервью. Думаю, что да. Думаю, что да. Не знаю, может быть, проведение, может быть, Бог как-то благоволит. Но, во всяком случае, во многом мне везло. И в творчестве, и в семейной жизни. Так что я... А в какой жизненной ситуации ты ощущаешь полный душевный комфорт? Это с внучкой. Мы вчера с ней были в цирке. Ой, это... Я на неё смотрел больше, чем на арену. Потому что смотреть на ребёнка, он реагирует на клоуна, на зверей, на акробатов. Это было очень интересно. Продолжи, пожалуйста, фразу. Успех — это... Это труд. Это большой труд. Это работа. Тогда и будет успех, и это. Допустим, вы у ней уже не первый. И даже, между прочим, не второй. Вам это очень действует на нервы. И, между прочим, огорчает вас порой. Да, огорчает вас порой. Нервы, 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 нервы. Пусть, грубо говоря, нервы, 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 нервы. Вам делают на каждый день нервы. Тогда берёте вы морские ванны. Потом себе ложитесь на диваны. Сперва берёте ванны, а после на диваны. И ходите на халли, как бандит. Ну, кино для меня хобби. Это встреча с людьми. Это прекрасный Эльдар Александрович Рязанов. Это Бортко в Ленинграде, вот, собачье сердце. Это потрясающие паузы во время кино, когда ты можешь с актёрами сидеть, говорить долго. К счастью, у нас такая плохая аппаратура и такой свет плохой. Мы можем так долго общаться. Долго разговаривать, да? Я ведь давно не виделся, ну, хотя бы такой актёр, как Валентин Гафт. Потрясающий актёр, уникальный, уникальный самоед, уникальный. Он всё время уже плохо. У нас был такой, плохо, всё плохо. Я плохо играю, ты плохо, сценарий плохо, всё плохо. Я говорю, да нет, ну, плохо, снег, плохой снег, плохо, свет, всё плохо. Потом, когда состоялась премьера в зале России, этого фильма «Небеса обетованные», все выходят, там понравилось, всё, а я подхожу к Валентину, я говорю, Валя, ты был прав, так плохо. Вот, ты что, смотри, вот такой фильм, ты что? Вот общение с актёрами, это самое главное для меня в кино. Конечно, если получается что-то ещё, то нормально, нормально. Но вот так нету такого огромного желания сняться ещё в одной картине, ещё в одной? Нет, у меня есть своё дело. У меня есть желание сделать ещё один моноспектакль, третий. Мой моноспектакль, который сейчас вот мучаюсь над ним. А вот если оглянуться на прожитые годы, как ты считаешь, если бы не встреча с Жванецкими и Ильченко, как бы сложилась твоя творческая судьба? Я даже трудно сказать. Вот судьба сложилась так, что мне повезло, потому что начиная вот примерно с 62-го, 63-го года, эта судьба связана вот до сих пор. И эта встреча с людьми, которые немножко старше были меня и гораздо умней. Гораздо умней. Потому что, да, у меня была интуиция, да, у меня был какой-то талант, но это всё переплеталось с Мишиным талантом, его авторством, его человеческими качествами. Он был для нас авторитетом и является. Потому что, скажем, Витя Ильченко был сдерживающим центром таким. Меня он сдерживал, Мишу сдерживал всё время. Он был очень выдержан и сдержан. Он был высокоинтеллигентный человек. Это была его, самой главной его чертой. И вот так вот втроём, я думаю, что мы создали свой жанр. А вот я, знаешь, обратила внимание на что? Ты даже сейчас говоришь «мы», имея в виду себя и Витю. Конечно, конечно, а как же. Это уже до конца жизни, потому что это настолько слилось, и настолько это было очень здорово. Мы в жизни очень редко говорили друг другу комплименты, очень редко. Мы были, будем так говорить, настоящими мужчинами. Мы не хвалили друг друга. Но вот сейчас я думаю, что я мог бы ему сказать очень много таких настоящих, таких ласковых слов, потому что очень много он мне дал Витя. И вот сейчас я прихожу на кладбище, сижу и вспоминаю, вспоминаю, конечно, какие-то моменты, которые вспоминаются только, видимо, в могиле. А вот ты знаешь, я обратила внимание, что на твоих концертах зрители иногда просят исполнить тебя номер, или даже номера, которые они почти что знают наизусть. И когда ты их играешь, эти номера взяли такой хохот, как будто бы это премьера. И вот я тебе желаю, чтобы так оно было всегда. Желаю актерской удачи и, конечно, аншлагов, аншлагов и аншлагов. Ну, будем надеяться, все в наших руках, все зависит от нас. А уже потом решает зритель, хорошо это или плохо. Поэтому, в общем-то, мы все это делаем для зрителей, мы делаем для людей. Мы это кто? Ну, мы, мы. Я, Витя и Миша. Карцев, Ильченко и Жванецкий – это революция на нашей эстраде. На мой взгляд, это то, что переживет десятилетия. Я глубоко убежден, что Роман Карцев – один из редких представителей вообще советского искусства, которых можно будет смотреть и через сто лет. Собрание нашего 48-го ликвёрного лошадзавода мы будем считать открытым? Мы собрались с вами поговорить на наболевшую тему – изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха. Нам сейчас доложит начальник транспортного цеха – Опря Николай Егорчик. Что Василий Иванович докладает? Достижения у нас есть, есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Вот, автостепщик Харитон Круглов вновь взял на себя, как и в прошлом году, и всё это с честью несёт. Обещал, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы, водители, яшишно-разливочной тары, Лорионов и Кучко тоже взяли на себя всё, что могли. Завозить точно указанный в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути свести бой от завода до магазина до приемлемой цифры – 50 литров на тонну километров водки и 25 килограммов на тонну километру. коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашённые нами в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы их сейчас по одному выловливаем. Петр Васильевич, мы, конечно, с вами привыкли, но молодёжь пугается чертей, которые водятся на складе готовой продукции. В пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоём пытались изгнать чертёнка из международного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. Мы же должны что-то здесь решать, потому что в конце недели его уже многие видят. Сейчас он стал появляться ещё с дружками с кондитерской фабрики «Роза Лёвсомбол». Я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина. Спасибо. Если нет вопросов к докладчику, то мы попросим на трибуну начальника транспортного цеха пусть заложить нам об изыскании внутренних резервов. Не выступал. Сука, что же выступал? Насталось про недавно. Что же быть не нашёл? Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый Год. Водители Ларионов и Кудько перевозили по маршруту Винный склад Винный Мазин 8 миллионов 856 крепких, креплённых и слегка разбавленных изделий. Идентичные Ларионов и Кудько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бой тары произвести с отчётом интересов трудящихся. Спасибо. Значит, справитесь. Нет вопросов к докладчику? Мы попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Что ему так понравилось, что не понравилось. Водители Ларионов и Кудько используя слабые места, а также порожняк взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Спасибо. Значит, справитесь. А где наш начальник транспорта у вас? Вы что, ты в зале спрятался? Выходи по-хорошему. Изискание внутренних измерений. Вот там ты действовал. У меня уже текст кончился. Наш транспортный цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет. Водители Ларионов и Кудько используя один двигатель на две бортовые автомашины взялись вслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить кого-то в магазин. Значит, справитесь. Жаль. Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. Все с ним, выговор ему с занесением. Я предлагаю сейчас сам выступаю пригласить других артистов, когда уйдет бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кто их видел? Где их видели? В разливочном. Домой не пишут, одичай. Кто видел нашего юриста-консульта? Взялись на работу два месяца назад. На проходной говорят, домой не выходил. Кто такси вызывал? Машина уже заржавела. День софиал. Кто водил студентов по цеху готовый продукт? Где экскурсия? Пропало 600 людей политехнического вуза. Если нет вопросов докладчику, я предлагаю вызвать нам, нашему 48-му льняк верноводшему заводу, на конкуренцию, 49-й засолочный пункт. А сейчас всех к столу. К официальной части всех. КОНЕЦ